Здравствуйте! Это артефакты программы о вещах и идеях. Мы живем в парадоксальном мире. Современная цивилизация основана на представлении, что каждый из нас узкий специалист, профессионал в какой-то области. В результате большинство из нас не может обойтись без профессиональных производителей услуг. Ну, логично лечиться у дипломированного врача или чинить машину у автомеханика. С другой стороны, мы все чаще оказываемся в ситуации, когда производители услуг перекладывают часть своих обязанностей на наши плечи. Например, делая покупку в интернет-магазине, мы совершенно добровольно принимаем на себя выполнение части обязанностей продавца, товароведа, кассира и специалиста по логистике. Заправляя автомобиль, мы самостоятельно заливаем бензин, протираем лобовое стекло и производим оплату. Процесс превращения человека в гибрид потребителя и производителя услуг начался почти полтора века назад в США. В 1890-е годы где-то на среднем западе Соединенных Штатов придумали кафетерий, кафе без официантов, удобное для людей с небольшими доходами и коротким обеденным перерывом. Следующим шагом стали рестораны быстрой еды и кафе-автоматы. Первое кафе-автомат было открыто в Филадельфии в 1906 году. Через четверть века эту технологию оценили Ильф и Петров. Автоматы довели процесс проталкивания пищи в американские желудки до виртуозности. Стены автомата сплошь заняты стеклянными шкафчиками. Возле каждого из них щель для опускания никеля – пятицентовая монета. За стеклом печально стоит тарелка с супом или стакан соком. Человек опускает никель, получает возможность отварить дверцу, вынимает суп, несет его на свой столик и съедает. Чувствуется в этом что-то обидное, оскорбительное. Начинаешь подозревать, что хозяин автомата оборудовал свое заведение, чтобы уволить бедных завитых девушек и заработать еще больше долларов. За сферой общепита последовала розничная торговля. Универсальные магазины придумали во Франции, но в США им добавили черты, которые повысили их популярность и позволили переложить часть работы на плечи покупателей. В США покупатели начали самостоятельно, без помощи продавцов, выбирать и примерять товары. Это патент на организацию торгового пространства, выданный первой в мире сети магазинов самообслуживания «Пигли-Вигли» в 1917 году. Первый такой магазин «Пигли-Вигли» открылся в городе Мемфис, штат Тенниси. Все действуют по сей день. Потом покупателям выдали корзинки и тележки, чтобы можно было делать больше покупок. Ныне в некоторых супермаркетах сделали следующий шаг. Товары в них поступают в картонные коробки. Покупатель может забрать такую коробку, чтобы сложить покупки. Бинго! Он помогает супермаркету решить проблему утилизации картона. Исследователи индустрии самообслуживания указывают, что у него есть два главных достоинства. Во-первых, потребитель получает возможность сэкономить немного драгоценного времени. Во-вторых, за счет сокращения обслуживающего персонала товары и услуги обходятся чуть дешевле. На протяжении тысячелетий товар предлагал и расхвалил продавец. Каждая покупка была результатом человеческого общения переговоров. В мире самообслуживания цены фиксированы, а товар продается сам. И эти процессы наблюдаются не только в торговле. Производители предлагают огромные усилия, чтобы с электронным прибором, ну, например, копировальной машиной мог разобраться самый неподготовленный человек. А еще три десятилетия назад для использования копиров требовался специально обученный оператор. Ну и последним шагом стало возвращение к корням. Потребителю предлагается все сделать самому. Иногда из предлагаемых производителем деталей. В этом журнале вышедшем в 1948 году домашнему мастеру предлагается таким образом изготовить лодку, тачку и детский домик. Полезно напомнить, что именно в таком виде предлагались к продаже самые первые модели персональных компьютеров. Это были артефакты. До встречи!